Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о том, как связать несколько таблиц в Google таблицах. Мы рассмотрим три варианта связки, от самого просторного к самому сложному, с пользой функцией import range и, соответственно, с добавлением функции query. Первой задачей – нам необходимо перенести данные с листа 2, таблицы 1.8. То есть у нас есть данные по статистике посещаемости сайта. И чтобы максимально просто это сделать, нам необходимо перейти на второй лист и скопировать ссылку. Все дело в том, что ссылки у нас в зависимости от листов в Google таблицах меняются. То есть если мы скопируем со второго листа, это будет одна ссылка, соответственно, если с листа 1, то другая. Видим, да, разницу? То есть они меняются окончаниями. Вот. Если нам нужно просто перенести данные из второго листа, проще это сделать по ссылке со второго листа. Мы ее предварительно скопируем. И запомним диапазон. Это с ячейки А3 по ячейку Ай13. Переходим в наш лист. Пишем функцию равно import range. Соответственно, далее указываем ссылку на таблицу в двойных кавычках. И после чего прописываем диапазон. Мы определили, что это А3, Ай13. Окей. У нас данные подгружаются. Да, ошибка сейчас пропала. В любом случае должна настройка к доступу стоять доступ на просмотр. Да, то есть если таблица полностью закрыта, к ней нереально, данный читатель готов, к ней нереально будет подключиться и, соответственно, сделать импорт данных. Это также нужно учитывать. То есть здесь есть два аргумента. Ссылка на таблицу и диапазон. Также мы должны понимать, что у нас функция поддерживает открытые диапазоны. То есть второе значение можно не указывать. И при увеличении таблицы вниз данные также сюда будут подтягиваться. Так, отлично. Это, я думаю, понятно. Переходим к задаче 2. Соответственно, нам необходимо перенести данные и из первого листа, и из второго. В принципе, из второго листа у нас уже есть. Можно скопировать формулу. Выделяем формулу, копируем. Переходим на лист, соответственно, номер 2. И пишем равно. Ctrl V. И, соответственно, указываем A13. Теперь мы знаем, что нам максимум таблицы дойдет до 20-й строки. Да, при условии, что она не будет расти вниз. И поэтому сюда мы также вставляем формулу и меняем в ней, соответственно, окончание. Окончание у нас также можно взять из первого листа. Это вот эта ссылка. Можно перейти, скопировать отсюда, в принципе, не критично. Переходим и меняем ссылку, соответственно. Вставляем. И получаем, соответственно, другой уже результат после подгрузки этих данных. Так, 34,70. И, ну, лучше брать, если две таблицы подряд идут, вторую уже можно брать без шапки, потому что, ну, это не принципиально. Да, и они сюда будут спокойно подтягиваться. Окей, и заключительная задача, это нам необходимо перенести данные из таблицы отсюда, да, и, соответственно, из таблицы, которая находится у нас в другой книге, то есть три источника данных. При условии, что данные будут постоянно расти, да, вниз, и их необходимо нам будет постоянно туда подтягивать. Что в этом случае необходимо сделать? Во-первых, открыть везде доступ к настройке. И здесь мы будем использовать ключ таблицы, потому что в функции Import Range сама длинная ссылка, она особо не нужна, и, в принципе, формулу нет смысла грузить. Ключ таблицы у нас находится между буквой D слэш, да, и, соответственно, между буквой слэш эдит. Да, то есть, это два ключа таблицы. Далее нам необходимо написать функцию Import Range. Функция Import Range будет иметь следующую структуру. Тве двойные кавычки. Дальше мы пишем list, да, откуда мы будем брать, list 1, допустим. Восклицательный знак диапазон A1 по I. Вот. Это у нас будет первая функция Import Range. Да, таких функций у нас должно быть три. Мы можем их взять, скопировать. Да, через точку с запятой вставить трижды. Вот, есть. Далее здесь нам нужно указать list 2 и здесь list 1. Теперь мы берем ключи таблицы. Это ключ для первой таблицы. То есть, переходим. И, соответственно, вставляем ее между двух двойных кавычек. Это первый лист таблицы. Это второй лист таблицы. И, соответственно, берем отсюда ключ таблицы для третьей таблицы. И также копируем ее. Таким образом, у нас получаются три функции Import Range. И вот, чтобы они начали работать, нам необходимо их взять в фигурные скобки. Да, тем самым программа будет понимать, что, видим, да, три идет прогрузки, что у нас будет формироваться база таким образом. Видим. Видим. А, три начинаем. Так, есть. Да, все остальные массивы, как вы видите, они у нас, если вывелись, то вывелись внизу. Видим. Вот они. Вот. Чтобы такого не было, да, с такой базой очень неудобно работать. И задача у нас еще стоит отсечь несколько столбцов. Мы будем использовать функцию Query, которая поможет нам обработать данный массив. Здесь еще можно чуть подрасширить и написать функцию Query. Вот. Соответственно, далее, следующий аргумент функции, это будет запрос. Запрос мы начнем с новой строки. Вот. И первый аргумент, это Select. Select выделяет столбцы, которые нам необходимы. Для начала нам нужны столбцы. Так, первые четыре. То есть, это у нас Call 1. С большой буквы пишем название Call 2. Call 3. То есть, как они по порядку идут, Call 4. Ок. Нажимаем Enter и смотрим результат. У нас отсеклись четыре столбца. И далее нам необходимо приписать в запросе, да, под запрос, который называется Web. И здесь написать, допустим, колонка 1 не имеет пустых ячеек. И таким образом у нас база будет сформирована в один ряд, видим, да. И останется только сделать что? Подкорректировать запросы, да, из баз. И теперь добавляем здесь А4. А4. Вот. Как мы видим, результат, да, превзошелся наше ожидание. У нас получилась сгруппированная база, по которой теперь можно спокойно работать. И при изменении данных в таблицах, она, соответственно, автоматически будет дополняться этими данными. Да, спустя какое-то время. Сейчас у нас 38. Посмотрим, через сколько данные подтянутся. Вот. Видите, она автоматом их сюда затянула. Что, в принципе, очень круто. То есть, теперь давайте подведем итог. Мы создали базу при помощи трех функций Import Range. Да, и обработали ее функцией Query. Это очень прикольно. Это такой, как бы, мини-SQL. Если нам необходима полная база, да, можно здесь за место селектора поставить, допустим, звездочку. У нас она будет вся, да, или селект вообще убрать. Это также не повлияет на ее работу. На этом наше занятие с вами подошло к концу. Если у вас есть реальное желание подучиться, да, под видео будет ссылка, перейдя по которой можно будет записаться на тестовые занятия, посмотреть, как работает индивидуальное обучение в нашем университете. И, соответственно, мы будем рады видеть вас в числе наших учеников. Всем большое спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим палец вверх. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok